Девушки отдыхают Это чудесно Можно монитор немного добавить? Никогда не думал, что так далеко заберусь аж в Латвию И встретиться с этой песней Она пела эту песню А затем еще и Дмитрий Не знаю, можем ли мы ему доверять? Я был в Украине И вы знаете, как мне важен мой крест? Я это начал использовать много лет назад Насколько мне известно Я единственный протестантский служитель, который это использует Католики его используют Восточные православные используют Но протестанты как бы его боятся Я его не боюсь Он представляет собой силу Христа Вы видели сегодня утром И я вижу, куда бы ни шел Демоны боятся креста Христа Он представляет собой их поражение Когда я был на Украине летом Пастор Дмитрий завидел силу этого креста И когда я собирался уже уезжать Я не мог найти свой крест Где мой крест? Он был у него И причем отдавать его он не собирался А он покрупнее меня будет Ну пожалуйста, отдай мне мой крест Я сам его хочу Пришлось с ним подраться, чтобы забрать у него крест обратно Наконец он мне его отдал И он все еще у меня есть Но он ему нужен Но я его ему не дам Однако Вернувшись домой в Америку Иди изгоняй десу во имя Иисуса Я не хочу, чтобы он в ад попал От того, что обворует мужа Божьего Теперь у тебя свой собственный крест И в случае, если кто-нибудь еще хочет его стащить Нет Какая честь быть здесь Я вам даже не могу высказать, что это для меня значит Я чувствую такую привилегию, что у меня есть эта возможность Говорить с таким количеством духовно жаждущих людей Которые так сильно хотят Бога В Америке у нас были сотни лет свободы Чтобы поклоняться Богу Строить церкви Учиться, как быть хорошими христианами Но в этой части мира Так мало лет Свободы И позвольте мне вам сказать Со времени падения Союза Я думаю, через 20 лет За 20 лет вы сделали столько же, сколько мы в Америке за 400 И я поздравляю вас с этим И я даю вам честь За вашу жажду по Богу Есть так много глубоких вещей, которым я хотел бы вас учить Глубоких вещей об освобождении, об исцелении Но поскольку это мой первый раз на подобной конференции Я чувствую, что должен касаться некоторых очень базовых тем Как, например, сегодня утром Духовная власть И теперь сегодня вечером Базовый вопрос Может ли в христиане не быть бес? В некоторых частях мира Особенно в Америке Это великое противоречие Люди дерутся ради этого Большинство христиан в Америке Не верят, что у христианина может быть бес И я считаю, что вина за это лежит на пасторах и учителях Они научили их неправильным вещам Причина, почему они это сделали Библейские колледжи Семинарии Все ведут политику партии У христиан не могут быть бесы Когда ты спасаешься Все Все хорошо Читай Библию Молись Ходи в церковь И все будет в порядке Это ложь Потому что в наших церквях в Америке много мучимых людей И они не осмеливаются и подумать О том факте, что у них может быть бес Если они подойдут к пастору И скажут, что у меня есть бес Он скажет, вот тебе, пожалуйста, имя психиатра Иди, сходи к нему навстречу И они отказываются сталкиваться с этим вопросом Но времена меняются Реальность зла в нашем мире Больше невозможно игнорировать И я так рад, что в этой части мира Этот барьер не существует У вас не было этого плохого учения Вы способны принимать новые истины И низвергать твердыни врага Пару недель назад я был в Далласе, в Техасе Я там был на собрании И когда я туда зашел, я узнал одного молодого человека За два года до того, в том же самом городе Я из него изгнал беса убийства Он был молодым мексиканцем И я помнил экзорцизм, который был с ним два года прежде Когда бесы с него вышли Красивая блондинка, девушка белой расы Стала на колени рядом с ним И я выяснил, что это была его невеста Они через два дня должны были жениться Она была так рада, что я изгнал бесов из него до того, как они женились И вот два года спустя И они счастливо женаты Более того В дополнение к командам освобождения, которые мы установили по всему миру Мы их называем командой «Делайте то, что делал Иисус» Потому что мы хотим делать то, что делал Иисус Мы также начали около 30 церквей Мы их называем «Церковью духовной свободы» И эта молодая женщина с мужем, они посещают нашу церковь в Далласе И эта женщина является лидером поклонения в этой церкви И она вместе с мужем преподает в детской церкви, в воскресной школе И пока я выступал в тот вечер Я знал, что должен за эту женщину помолиться За два года до того я изгнал бесов из ее будущего, тогда мужа А теперь чувствовал, что нужно помолиться за нее Но Господь, сказал я Она лидер поклонения в церкви Она обучает детей Разве у нее может быть бес? О, да Я подошел к ней И в ней проявился бес Очень противный бес Сколько ты там был? Семь поколений Как тебя зовут? И вы знаете, вы найдете это интересным Помните что-то? Ее муж мексиканец Он из Мексики А она белая Она с Америки Как тебя зовут, бес? Распутин Распутин Вы знаете, кто такой Распутин? Аминь Черный колдун царей Один из самых злейших людей в российской истории Я подумал про себя И я подумал про себя Как этот бес Распутина перелетел в Мексику и в Америку? Распутин послал меня в Мексику Распутин послал меня в Мексику Я был его рабом Он меня отправил с России В Мексику Чтобы обучать людей черной магии и колдовству Вау Я начал изгонять Распутина из этой женщины И пастор церкви подошел ко мне И сказал, вот там ее теща Свекровь, она преподает у нас в воскресной школе Я посмотрел на нее Я сказал, во имя Иисуса Я встретил эту свекровь И я говорю, я противостою тебя, Распутин Вот уже два Распутина И оба одновременно проявляются Одного и так уже хватает А тут целых двое И причем разозлены Но они вышли во имя Иисуса Нужно было бродить весь путь в Америку Чтобы избегать русского детства Да еще пришедшего через Мексику Я так рад, что сегодня так далеко заезжать не придется Пару Распутинов может быть и здесь Только не проявляйте все сразу одновременно Я к вам еще не готов Но помните, она была лидером поклонения Лидер поклонения Она вводила людей в Божье присутствие Но у нее был русский бес Когда все было закончено Я подошел к ее мужу Помолился за него Я что, упустил Распутина два года назад? Нет У него не было никаких бесов Так как же этот бес в нее угодил? Вы только подумайте Как русский бес Посланный в Мексику Попал в эту женщину Я изгнал всех бесов с ее мужа И у него никакого Распутина никогда не было Однако у его мамы был У ее свекрови Как же он попал туда? Подумайте на секунду Как этот бес туда попал? Как вы думаете, у вас есть ответ? До того, как они вступили в брак У них был секс Теперь понимаете? У них был секс до брака И этот русский бес Который был в семье Пришел к его невесте В нем он не жил Но сексуально передался ей Чтобы продолжать это российское проклятие Чтобы удерживать ее от поклонения Интересно, как действуют бесы В христианах Недавно ко мне подошел мужчина Великий муж Божий Пастор Он начал много церквей Очень успешный Великий проповедник Он зашел в комнату вместе со своей женой И они друг к другу даже не прикасались Я сказал, что не так? Жена посмотрела на меня и сказала следующее Когда он встает проповедовать в воскресенье Он носит мое белье Мы называем это перекрестное одевание Извращенец А он за кафедрой В нижнем белье своей жены Но он муж Божий Завоевывает души Люди исцеляются Ну как это возможно? Кто-то говорит, что он не спасен Но он был спасен На нем было помазание Но у него был дух извращения Он не мог этим поделиться с другими проповедниками Он эту ужасную историю никому не мог Когда у тебя такая проблема Кому ты расскажешь? Кому-нибудь как я? Однажды ко мне пришел проповедник Очень известный Даже вам было бы известно его имя И он сказал мне Я раньше смотрел тебя по телевизору Чтобы смеяться над тобой Чтобы надсмехаться над тобой Что ты учишь таким ненормальным вещам Что у христиан могут быть бесы Но однажды вечером В депрессии Я обнаружил Самого себя с пистолетом у рта Готовый нажать курок И убить себя И я знал, что есть только один человек Который мог бы мне помочь Ты И я выгнал из него дух убийства Вы не знаете, кто он Вы бы знали, если бы я сказал И его служение восстановилось Он великий муж Божий Но он никогда никому не рассказывал Что происходило Только моя жена И еще один другой человек знает, кто он И это уйдет со мной в могилу И никогда не скажу никому Что произошло в тот день Но возможно ли это? Быть великим мужем Божьим И иметь бесов Возможно ли быть великим музыкантом И лидером поклонения И иметь бесов Мое мнение не важно Вот что важно Поэтому давайте посмотрим на факты Пятая глава Деяний Первый стих Некоторый же муж именем Анания С женой своей Продав имение Утаил из цены И принесли они оставшиеся Положали к ногам апостолов И третий стих Петр сказал Анания Как это? Сейтан Заполнил Твое сердце Был ли спасен Анания? Конечно Он был частью церкви В Иерусалиме И он был большим даятелем в церкви Поставленным в человеческой церкви Он лично знал апостолов Он был лидером в церкви Он помогал финансировать церковь Но дьявол наполнил его сердце И Бог поразил его на миге Потому что он солгал Был ли Анания христианином? Была ли его жена Сапфира христианкой? Я говорю да Но они позволили дьяволу наполнить их сердце У вас есть тело У вас есть душа У вас есть дух Когда вы становитесь христианином Христос наполняет вас дух И дьявол никогда к нему не может прикоснуться Но ваша душа Ваше сердце Ваш разум Ваши мысли Ваши чувства Дьявол там может жить Если вы его позволите Если он наполняет ваше сердце Вы можете все еще быть спасенными Но в вашей жизни злой дух Давайте посмотрим еще одно место писания Луки тринадцатая глава Десятый стих Иисус учил в субботу И там была женщина Которую искалечил дух Восемнадцать лет Она была скрючена Не могла выпрямиться Иисус увидел ее Сказал женщина ты освобождаешься От твоего недуга И она была исцелена Немного позже В шестнадцатом стихе Иисус сказал Разве эту женщину Дочь Авраамову Которую связал сатана Восемнадцать уже лет Не належало ли освободить ее Это еще не был Новый Завет Не наше измерение времени Но она была дочь Авраамова Она была женщиной веры Она была женщиной Божьей Но у нее был нечистый дух И этот дух атаковал ее тело Он ее скрючил болезнью Недугом Это был бес Иисус изгнал бес И исцелил ее Поклонялась ли эта дочь Авраамову Богу? Конечно И однако У нее был бес Еще не убеждены Шестнадцатая глава Матфея Небольшой разговор между Иисусом и Петром Семнадцатый стих Иисус задал вопрос Кто люди говорят Я? И Петр ответил Ты Христос Сын Бога Живого Блажен ты Это не было тебе открытой людьми Но моим Отцом На этом камне Я создам Церковь Моя И что свяжете на земле Будет связано На небесах И что разрешите на земле Будет разрешено на небесах Какое потрясающее откровение Ни один из других учеников не получил этого откровения Они не понимали полностью кто Христос Но Петр понимал И в этот момент Дух Святой наполнял его разум и эмоции И он говорил вечной истины По божественному откровению Но подождите минутку Сразу после этого Иисус говорит о своей смерти Что он будет убит И Петр отводит его в сторону Господи, да не будет этого с тобой И Библия говорит Иисус посмотрел на Петра Я думаю, я знаю, как он посмотрел на него Он посмотрел на Петра И сказал Петру Отойди от меня, Сатана Знаете, где еще Иисус это говорил? В 4 главе Матфея В 10 стихе Когда сталкивался с дьяволом Отойди от меня, Сатана Потому что он там запрещал дьяволу А сейчас он смотрит на Петра Говорит с Петром И запрещает дьяволу Смотря в глаза Петра Ты говоришь, Пастор Боб Что Петр был одержим бесами О, вот здесь и проблема Выбор слов Нам нравится сражаться за слова Одержимый Под угнетением Под атакой Мучимый Под изводимый Люди мне говорят Ну, христианин не может быть одержимым Он может просто находиться под угнетением Ну, и что это тогда? Этот пастор с духом убийства Он пытался меня в тот день убить Мы были в гостинице На 17 этаже Но он меня пытался выбросить в окно У меня приходилось драться с ним Он был великим мужем Божьим И он меня пытался убить Где был этот бес? О, знаю Он был только под угнетением Он меня пытался убить Но он был просто под угнетением Да мне все равно, как вы это назовете Да просто избавьтесь от этого Люди говорят Ты настоящий экзорцист? Когда бес в ком-то Где он? Не знаю Уши Глаза В носу В руках Да я не знаю Это духовно Это метафизически Это невидимо У меня нету человеческих слов Для того, чтобы это описать Но когда оно там И на меня смотрит И со мной разговаривает То где-то там оно есть И мне все равно, где оно Я всего лишь хочу это выделить Во имя Иисуса Зачем драться за слова? Мы столько энергии тратим Попусту И столько времени на споры Это где они находятся? Что это они такое? А в этот момент мы упускаем истину И не сражаемся с силами тьмы И не сражаемся с силами тьмы Из-за нашей теологии Кому важна ваша теология? Если кто-то мучен Когда кто-то приходит ко мне И говорит мне Я не могу ночами спать Я мучен Меня кусают Меня царапают когтями Со мной занимаются сексом Я вижу их тень у подножия кровати И я слышу их шаги за дверями Они включают и выключают телевизор Они включают и выключают свет Двери открываются и закрываются Тогда мне все равно до теологии Я хочу увидеть этого человека освобожденным Я хочу увидеть его исцелен Я хочу увидеть его освобожденным Я хочу увидеть дьявол от поражения во имя Иисуса Аминь Послушайте меня Теология важна Поэтому я сегодня удивил на это время Чтобы научить вас теологии Чтобы вы знали Есть библейская причина Но вот чего Бог ищет Помните царя Саула Был ли у него бес Да конечно Библия говорит, что у него был злой дух Так? Был ли он мужем Божьим? Он был помазанником Господа Давид мог убить его Но не сделал этого Давид сказал Не касайтесь помазанников Божьих Он был помазан Но у него был злой дух И он не знал, что делать И он спросил одного из своих слуг Что мне делать? И слуга сказал Я знаю, кто тебе может помочь Я видел сына Исеева Сифлеема Он знает, как играть на арфе И когда он играет Злой дух будет уходить И вот что там было сказано о Давиде Он храбрый человек Он боец Спасибо Богу за теологов Спасибо Богу за великих учителей Библии Я их изучаю Я изучаю первых отцов в церкви Я изучаю глубокую теологию Но я знаю, что когда кто-то мучим И у него жизнь, ад То им нужен кто-то храбрый Им нужен боец Который скажет Выходи во имя Иисуса Это Божья собственность И ты нарушаешь территорию Этот человек принадлежит Богу Убирайся из его жизни Во имя Иисуса Аминь Аминь Воины Воины Храбрые воины Вот кого Бог ищет Являешься ли ты одним из них? Хочешь ли ты быть одним из них? Готов ли ты быть одним из немногих? Храбрых Который марширует в ад И провозглашает победу над силами тьмы Вот чего Бог ищет Зачем я здесь? Почему я был готов приехать на эту конференцию? У меня прекрасная жена Трое чудесных дочерей И сюда довольно далекое расстояние Зачем же мне приезжать? Я и представления не имел, что будет такая чудесная музыка И что я буду так благословен Я не знал, что моя душа будет накормлена Как она была вчера вечером И сегодня Но я приехал Потому что это возможность Сказать вам истину У христиан могут быть бесы Но не должны быть бесы И у нас есть власть Сказать им уйти Но иногда у бесов есть законное право там быть Но в том, что касается христиан Вот что я обнаружил Они не получили бесов уже будучи христианами Они их получили до того, как стали христианами Они унаследовали их от семейных проклятий Или получили их в своей прошлой жизни греха Но теперь они принадлежат Иисусу Христу Поэтому у бесов больше нет права там находиться Так почему они все еще там? Вот что бесы мне говорят Есть ли у тебя право там быть? Нет Есть ли у тебя законная власть там находиться? Нет Так почему ты там? Мне никто не сказал уйти Я прав, Ольга? Никто им не сказал уйти Вы это обнаружили? Никто не сказал им уйти Им не место там Но они там остаются Потому что кто-то солгал Что ты не можешь иметь беса Как же избавиться от чего-то Чего изначально у тебя и быть не должно? Если тебе этого не должно быть Раз ты христианин И ты не можешь иметь беса Так как ты можешь избавиться от беса Которого тебе и быть не должно? Это сумасшествие Это сумасшествие Они не уйдут, пока ты им не скажешь уйти У некоторых из вас есть бесы Вы любите Бога Но втайне вы мучены Некоторые из вас выходят проповедовать А через ваш разум пробегают грязные мысли Мысли похоти Мысли богохульства Откуда это? Вы мучены Вы чувствуете позор Это не вы Что же это? Это бес Он никогда не ушел Потому что ты никогда не сказал ему уйти Поэтому сегодня мы ему скажем уйти И избавься от него Аминь? Вот в чем проблема Они спорят У христианина не может быть бесом Но те же самые люди Говорят Если у тебя есть бес, избавься от него Но они тебя таким образом ставят в ужасную ловушку Тебе нужно избавиться от беса Но раз ты христианин, то у тебя не может быть бесом Но вот что вам нужно понять Ты не можешь избавиться от беса Если ты не христианин Только Иисус и может заставить бесов уйти Пока Иисуса в тебе нет Бесы так и так не уйдут Ну так поэтому именно и христианин И можно изгонять бесов Потому что это заставляет их уйти Когда Иисус в их жизни И тогда есть власть Доставить их уйти Конечно освобождение нужно христианам Я что таким глупым выгляжу Чтобы выгонять бесов из грешника Чтобы они обратно все туда повалили Нету ничего, чтобы их удержало от этого Иисус удерживает бесов Вдали Дух Святой Он выгоняет этих бесов Поэтому если ты сегодня мучен Тайные мысли, чувства Может быть как тот пастор И думаешь Как же сделать хорошие вещи для Бога А на следующий день думаешь Как бы хотелось убить себя Хочешь быть верным жене, детям Но мучаешься от похоти Возможно это и плоть Это могут быть вещи этого мира Но вот что я говорю людям Если это плоть То если ты будешь молиться, поститься, читать Библию Ты победишь это Если это искушение этого мира Если ты будешь сильно стоять в вере И в поклонении И в общине Эти вещи уйдут Но если ты делаешь все правильные вещи А мучение все еще остается То ты, мой друг Нуждаешься в экзорцизме Все очень просто Люди говорят Зачем ты нужен мне, настоящий экзорцист? Может быть и не нужен Может быть ты сам можешь решить проблему Просто ты и Иисус Так сделай это, пожалуйста Я занятый человек Я не могу добраться до всех бесов Если ты сам можешь решить свою проблему Решай ее Но если ты пытался И терпел неудачи Я здесь И у него тоже есть крест Мы здесь Для тебя Если бы ты мог решить проблему сам Ты бы уже ее решил Но зачем мне нужен экзорцист? Что мне надо, чтобы кто-то за меня молился? Пойду домой и сам это сделаю Ты так спасся? Как ты спасся? Почти каждый здесь С вами кто-то поделился крестом Аминь Кто-то послужил вам Вы не могли увидеть свой грех Вы не понимали свою нужду в Боге Кому-то нужно было вам усказать Точно так же с избавлением Кто-то должен вам в этом помочь Где ваша вера слаба А их вера может быть сильна Я слышу чудесные вещи о тебе, пастор Дмитрий Исцеления, которые происходят Чудеса, которые происходят Зачем идти на собрание, пастор Дмитрий Что самому исцелиться нельзя? Но у него есть великий дар веры И Бог использует его таким образом Поэтому, конечно, идите к мужу Божему Потому что он может помочь вам Сделать эти вещи Которые вы сами себе делать не можете Правильно? Точно так же с освобождением Нужен кто-то, кто знает, как тебе подслужить Как помочь тебе это сделать То, что ты не можешь делать для себя сам Поэтому я здесь Чтобы увидеть вас освобожденными И чтобы воодушевить вас Я делаю то, что делал Иисус И я хочу, чтобы вы делали то же, что я делал И тогда мы все бы делали то, что делал Иисус И выполняли Его повеление Аминь Но давайте сначала избавимся от ваших бесов Давайте от них избавимся Не смотрите на меня так Как узнать, есть ли у меня бес? Ты так никогда и не узнаешь Если не будешь готов это выяснить Или где бесы в моей жизни? В твоем позоре В твоих тайнах В вещах, которые ты никогда никому не рассказывал Скрывая их глубоко внутри В своей боли В отверженности, которые ты пережил В насилии, через которые ты прошел Во всех этих вещах жизни Которые так сильно принесли тебе боль Вот где они прячутся Я знаю, что большинство из вас любит Бога И готовы для Него сделать все Поэтому и так сложно Как я могу так сильно любить Бога И так сильно быть мученным Потому что никто никогда не делал то, что я сегодня делаю Никто не бросал от тебя вызов Освободиться Пастор Дмитрий, многие люди не исцеляются Потому что они не просят исцеления Они не имеют, потому что не просят Они не ищут Мужа Божьего Которого Бог одарил дарами Чтобы молиться молитвой веры Точно так же с освобождением Это ваш момент Быть свободными Иметь новую жизнь Иметь новое служение Обновлять ваше призвание Иметь большее посвящение Иисусу Вы готовы к этому сейчас? Вы готовы? Для меня важны три вещи очень Первое Елей Духа Святого Поэтому я помазываю людей Это знак подчинения Божьему присутствию Крест Крест Это всего лишь кусок металла Но что он собой представляет? Поражение дьявола По этой причине Сын Божий пришел Чтобы разрушить Чтобы разрушить Чтобы разрушить Чтобы разрушить Дела дьявола И вот это Наши приказы к битве К сражению В Его имя И власть использовать это Готовьтесь Опустите ручки с бумагами Я иду за вашими бесами Смотрите на меня Вы можете спрятать своих бесов Вы можете там сидеть И говорить Кто? Я? Он с кем-то другим говорит Но посмотри вовнутрь Глубоко Иметь беса Значит ли это Что ты плохой человек? На самом деле Как раз духовные люди Обнаруживают Что у них есть бесы Чем ближе к Богу Тем больше ты обнаруживаешь Что у тебя есть бесы Остальные христиане Ленивые христиане У меня нет беса Это ты так думаешь Потому что твои бесы Просто счастливы Быть где они есть Но когда ты пробиваешься К Богу Когда ты серьезно К Богу относишься Когда ты поклоняешься Ему Приближаешься к Нему Вот тогда бесы и появляются Потому что ненавидят помазание Ненавидят присутствие Божие Поэтому мы призываем Божье присутствие на это место Приди Господь Иисус Наполни это место Твоим присутствием Просто позвольте им Наполнить сейчас это место Просто смотрите на Него Господь Иисус Я приближаюсь к Тебе Если есть что-то нечистое Что скрывается в моей жизни Я хочу быть свободным Я люблю Тебя Иисус Я хочу служить Тебе Я не хочу ничего нечистого в моей жизни Покажи мне Господь Если оно там Выведи это на чистоту И заставит Убраться из меня Я не хочу этого Бога Все что я унаследовал от своих предков Все эти вещи что все еще во мне От моей жизни греха До того как я нашел Тебя Господь Я хочу чтобы это Вышло из меня сейчас Во имя Иисуса Теперь смотрите на меня Я иду за вашими бесами Не прячьте их Пусть выходят на поверхность Когда я буду запрещать дьяволу Все что вы чувствуете Пусть оно выходит на поверхность Позвольте этому подняться внутри вас Если нет Оно там останется Позвольте этому выйти на поверхность И мы вытолкаем это из вас Мы вытолкаем это из вас И вы уйдете отсюда свободными Более свободными чем когда-либо в своей жизни Вы готовы к этому? Дьявол Это Божьи люди Ты слишком долго их держал Они тебя больше не хотят Они не хотят твоей лжи Они не хотят твоей похоти Они не хотят твоего мучения Они не хотят твоего позора Они не хотят твоей болезни и немощи Они не хотят твоего мучения Силой креста и крови Иисуса ты должен оставить их сейчас сегодня Святым Словом Божьим я противостою тебе у тебя нет власти на этом месте сила Божья здесь присутствие Духа Святого здесь мы лишаем тебя власти мы забираем всякое право ты должен оставить народ Божий сегодня вечером сейчас сосредоточьтесь на той части вашей жизни где боль где боль где мучение где подавленность, депрессия где боль сосредоточьтесь сейчас подумайте об этом я часто спрашиваю людей что самое худшее что с вами когда-либо произошло там и без в этой глубокой боли которая внутри Иисус в твоей радости в твоем поклонении дьявол в твоем страдании в твоей боли мы сегодня поклонялись Господу это чудесно но чтобы выгнать бесов нам нужно пойти туда где боль где вся боль я иду Иисус идет давайте избавимся от них выпускайте их на поверхность выпускайте их на поверхность Дмитрий помоги мне на себе выпускайте их отпусти их отпусти их ты не можешь держать народ Божий они не хотят тебя больше отпустите их come on Продолжение следует...